Добрый вечер на 12 канале новости в студии Дарья Шадрина. Вот главная тема дня. Учтут мнение о мече Александр Бурков поручил дорожным службам ориентироваться на мнение горожан при проведении ремонта магистралей. В горячий сезон в Омской области первые природные пожары. Спасатели переходят на усиленный режим работы. Гоняют по тротуарам и носят на руках. И в отсутствие пандусов и оборудованных проездов самокат в некоторых моментах приходится нести на руках. А это без малого 25 килограммов. О мече оценили новый сервис кикшеринг. Мертвые водоемы сразу в нескольких районах массовый мор рыбы. В чем причина? И еще не тронулся синоптики рассказали, когда в Омске начнется настоящий ледоход. При проведении ремонта дорог будут учитывать мнение мечей. Такое поручение профильным ведомствам дал губернатор. На состояние магистрали горожане жалуются в соцсетях. Александр Бурков отметил, мнение людей необходимо учитывать при составлении графиков работ. В первую очередь ремонт проводить на тех участках, состояние которых вызывает больше всего нареканий. Вопрос на личный контроль взял мэр Сергей Шелест. Отметил, программа будет скорректирована с учетом пожелания мечей. Добавлю, аварийно-восстановительный ремонт в Омске стартовал еще на прошлой неделе. Работы уже провели на улицах Богдана Хмельницкого, 10 лет Октября, Дианово, 24-й Северной и других магистралях. Омские спасатели переходят на усиленный режим работы. Связано это с началом пожароопасного периода в регионе. За минувшие выходные только в Называевском районе выявлено более 100 термических точек. На место отправлен отряд спасателей. Они будут обеспечивать безопасность населенных пунктов. Горит сухая трава и вдоль трасс в Тюкалинском и Крутинском районах. Специалисты отмечают возникновение природных пожаров, связанное с тем, что в регионе установилась теплая и ветреная погода. В таких условиях огонь может вспыхнуть даже из-за непотушенной сигареты. С 8 апреля в 17 муниципальных районах и в городе Омске начался пожароопасный сезон. С 12 апреля он начнется еще в 9 муниципальных районах. Пожарно-спасательные подразделения ежедневно ликвидируют порядка 30 возгораний травы и мусора. Главное управление МЧС России по Омской области призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не бросайте непотушенные спички и сигареты в тех местах, где есть мусор и сухая трава. Относятся с осторожностью и не спешат осваивать новый вид транспорта. Мечи в соцсетях начали массово оставлять свои отзывы про электросамокаты. Компания по кикшерингу и их прокату зашла в Омск несколько дней назад. И у сервиса уже появились противники. Скептики заявляют, в городе нет инфраструктуры для подобных поездок. Да и безопасность пешеходов под угрозой. Впрочем, многие МЧС напротив оценили удобство такого транспорта. Материал Ангелина Руновой. Для МЧС Кикшеринг в диковинку. 22-летний Никита не фанат скоростей. Не поклонник велосипеда, не в почете и скейтборд с роликами. А вот мимо электросамоката не смог пройти. Сервис компании, недавно зашедший в Омск, игра с кучей правил. Средства передвижения на связи с облачной платформой, которая контролирует их местонахождение через GPS. Программа не даст добро на управление транспортом, пока не узнает едва ли не все о водителе. Для регистрации здесь нужен номер телефона, почта, дата рождения. Идентификация пройдена в распоряжении пользователя карта города. Сканируем код, указываем номер банковской карты. Последний штрих, заряд батареи проверен, Никита на коне. Электросамокат в пять раз быстрее пешехода и в три автомобильного потока в час пик. До максимальных 25 км в час двухколесный транспорт разгоняется за пару мгновений. Устройство не для детей. Это мой первый прокат самоката. И вот я сейчас попробовал, какие-то даже детские впечатления испытал, не ожидал совершенно. Вот, в принципе, по самокату хорошо управляется, хорошо чувствуется. Достаточно интересно, я думаю, что я буду это делать чаще. И хотя агрегат послушен, все же на большой скорости лавировать по пешеходным дорожкам не стоит. Неопытный лихач – угроза для прохожих. И если тест на маневренность пройден успешно, тест на проходимость в прямом смысле завален. Дело в том, что гладкий асфальт, устройство пролетает без труда. А вот яма, бордюры и прочие моменты благоустройства становятся серьезным испытанием подвески. Сбавляют скорость, а где-то и вовсе вынуждают вас вновь стать пешеходом. Урбанисты далеко не все улицы оснастили безопасными спусками. И в отсутствие пандусов и оборудованных проездов самокат в некоторых моментах приходится нести на руках. А это без малого 25 килограммов. Путешествие по закулисью магистрали превращается в испытание. Любителей паркура модель не привлечет. Прыжки с бордеров и другие маневры на агрегате неудобны и травмоопасны. Влетит в копеечку и ремонт. При неудачном приземлении самокат пострадает. Впрочем, для кого уже этот транспорт сработал в плюс, так это для воришек. На минувшей неделе в МВД России по городу Омску поступило два сообщения о попытках хищения электросамоката. Так, сотрудниками патрульно-постовой службы в районе ДК Рубин был замечен мужчина, который на плече нес электросамокат. Как последствия было установлено, он намеревался сдать его в пункт приема черных филицидных металлов. Другой предприимчивый Амич, по его словам, решил стать владельцем самоката, чтобы не платить за поездки по городу. Впрочем, случаи краши в Омске пока единичные. Конструкторы убеждены, как защитить устройство, продумали до мелочей. Каждый из них присутствует в системе. Мы видим на протяжении всех 24 часов, что происходит с самокатом. Если вдруг система определяет, что самокат начал движение, а аренду при этом никто не заводил, система сразу дает сигнал. Прежде всего, все вокруг слышат громкий звуковой сигнал. Ну и, естественно, наша служба безопасности тоже получает соответствующую информацию. Госавтоинспекторы тем временем отмечают способность приложения прокладывать маршрут. Программа показывает, где самокатчики могут проехать, а где движение запрещено. Например, муниципальные парки уже закрыли свои ворота для любителей этого вида транспорта. Такие электросамокаты не считаются транспортными средствами. И лица, передвигающиеся на таких средствах индивидуальной мобильности, они приравниваются к пешеходам. Соответственно, выезжать на дорогу на вот этом электросамокате запрещено. Конечно же, есть определенные опасения, что могут возникать и аварийно опасные ситуации. Между тем, ранее Верховный суд страны дал добро на признание электросамокатов транспортным средством. Теперь служители Фемиды инциденты со скутерами могут расценивать как ДТП. Причина – участившееся количество происшествий. Так, в подмосковных Химках при столкновении внедорожника и электросамоката водитель скутера погиб. И хотя в Омске таких трагедий пока не было, силовики держат руку на пульсе и просят любителей скоростей быть осторожными. Ангелина Рынова, Никита Смирнов, Сергей Пайхалов, 12 канал. Омске надеются провести бессмертный полк в традиционном формате, но готовы и к онлайн-шествиям. Официальное решение, как сегодня стало известно на пресс-конференции, объявят в этот четверг, 14 апреля. Зависит оно будет от эпидемиологической ситуации в стране, но окончательный вердикт останется за регионом. Количество желающих принять участие в акции, как отметили организаторы, растет с каждым годом. Если в 2013 нашествия выше 4000 мячев, то в 2019 уже более 80 тысяч. Что касается этого года, особенно активно намерены участвовать молодежь. Кроме того, подключиться к акции смогут и семьи погибших во время спецоперации в Украине. Мы призываем одновременно не поднимать все-таки портреты тех героев, которые совершили подвиг в локальных войнах. Это отдельная история, но история Донбасса, история Великой Отечественной войны, это, наверное, общая история. История, которая приведет к общей победе над нацизмом. Добавлю, что с 2017 года в шествии могут принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них волонтеры проработают удобный маршрут, помогут с транспортировкой и окажут помощь на протяжении всего пути в случае необходимости. Где поставить запятую, как проверить безударную гласную? Почти 2500 мячей прошли экзамен на знание правил русского языка. Омск присоединился ко всероссийской акции «Тотальный диктант». На этот раз организаторы познакомили участников со стилем современного автора Марины Степновой. Один из ее романов был переведен на 26 языков и получил национальную литературную премию «Большая книга». Насколько сложной оказалась проверка знаний для мячей? Подробности в материале. На экзамен по русскому языку не потому, что надо, а потому, что хочется. Всероссийскую акцию «Тотальный диктант» в Омске проводят уже в 11-й раз. И с каждым годом желающих принять в ней участие становится все больше. Знания приходят проверять предприятиями и семьями. Давно решила себя попробовать, но никак не попадала на это мероприятие. А тут мы с ребенком услышали, что накануне будет, решили, что надо устроить себе такой челлендж, вызов. Читать текст организаторы приглашают известных людей. Так, диктором на одной из площадок в Омском государственном университете стала Татьяна Дернова. Руководитель регионального министерства образования пришла не одна. В акции участвовало больше 60 человек из ее ведомства. По словам Татьяны Дерновой, она бы с удовольствием села с ними за парту. Мне больше нравится писать диктант, потому что я человек, который занимает должность, где нельзя быть безграмотным и допускать ошибки. Это абсолютно очевидно. Поэтому, когда была практика раз в год написать диктант, чего мы, конечно, не делаем в обычной жизни. Да, массу книг, документов читаем, но диктанты точно не пишем. Текст для диктанта нигде ранее не публиковался. Его автор Марина Степнова, лауреат премии «Большая книга», прозаический отрывок под названием «1900-й» повествует о событиях на рубеже двух веков. Сложность стиля отметил мэр Омска Сергей Шелест. Он впервые выступил в роли диктора. Текст непростой, я должен сказать, да, он больше такой, несколько дореволюционным идет периодом. Ну, читался достаточно легко. Я надеюсь, что все было понятно для всех. Тотальный диктант писали не только в Омских. К акции, которая объединяет всех, кто любит великий и могучий, присоединились около 40 стран. А еще проверить знания можно было и онлайн, из любой точки мира. Сегодня на земле родным русский язык считают больше 150 миллионов человек. Еще 104 миллиона говорят на нем, как на втором. Мне кажется, это одно из проявлений патриотизма, когда мы любим свой язык, и наша любовь и понимание ценности родного языка проявляется в том, что мы пишем грамотно. Специалисты-филологи называют язык душой народа. Он хранит и бережно передает от поколения к поколению традиции и культуру. Но и к себе требуют такого же трепетного отношения. Насколько хорошо омичи владеют нормами и правилами русского языка, станет известно уже в среду, когда участникам объявят результаты. Наталья Бельская, Сергей Гаврилов, 12 канал. Лед тронулся. Журналисты 12 канала запечатлели начало движения ледяного покрова Иртыша. Эти кадры мои коллеги сделали в районе Омской крепости. На видео можно заметить откалывающуюся от глыб ледяные иглы, которые выглядят очень эффектно. Согласно данным метеорологов, освобождаться от льда река в этом году может начать раньше обычного. Первые льдины удалось заметить уже 10 числа. Метеорологи называют такое явление подвижка льда. Из-за потепления у берега образовалась полынья. Настоящий ледоход, прогнозируют метеорологи, пройдет с 15 по 19 апреля. Этому поспособствует теплая погода. Уже завтра воздух прогреется до плюс 16. И в четверг и вовсе столбики термометров преодолеют отметку в 20 градусов тепла. И вот о чем расскажем сразу после рекламы. Мертвые водоемы сразу в нескольких районах массовый мор рыбы. В чем причина? Устали жить в грязи. И вот эта вот помойка постоянная, постоянная. Это уже надоело. Александр Бурков распорядился решить проблему в поселке Новомосковка. Кто должен навести порядок? Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, что купит его BMW Bars. BMW Bars купит ваш автомобиль с удовольствием. Телефон 330-777. Автосалон «Автобан». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, на прода птицефабрики Сибирска активно увеличивают объемы производства и расширяют линейку ассортимента. В ней уже больше 150 наименований. Растет не только количество выпускаемой продукции. В ближайшее время появятся и новые рабочие места. О том, как предприятие развивается в рамках импортозамещения, наш материал. На прода птицефабрики Сибирска организовано производство полного цикла. От инкубирования яйца и выращивания молодняка до выпуска готовой продукции. Сегодня предприятие выпускает не только тушки бройлеров и продукцию первичной переработки. Также в ассортименте присутствуют котлеты, полуфабрикаты, гриль и широкая линейка кулинарных изделий под брендами Троекурова, Рококо и Халиф. Несмотря на использование импортного оборудования, предприятие с уверенностью смотрит в будущее. Имеющихся запчастей хватит надолго. В новых проектах предприятие рассматривает возможность использования российского оборудования. Порядка года мы можем не переживать о поставках импортного оборудования. В настоящий момент мы рассматриваем аналоги. И уже у нас есть инвестпроекты, направленные на импортозамещение этого оборудования. Наши отечественные производства выходят также на новый уровень. Технические характеристики этого оборудования не уступают импортному. Ориентируясь на запросы клиентов, здесь регулярно увеличивают объемы производства. Причем не помешали и санкции. За первые месяцы 2022-го на предприятии уже выпустили на 1600 тонн больше продукции, чем за аналогичный отрезок прошлого года. Такой рост производства позволяет создавать и новые рабочие места. Мы постоянно расширяем ассортимент продукции, увеличиваем производственные площадки. И, соответственно, это потребность в дополнительном персонале. Нам нужны квалифицированные работники, рабочие и специалисты. В ближайшие месяцы на птицефабрике готовы принять около 70 новых сотрудников. От операторов птицеводов до водителей и технического персонала. Более подробно узнать о вопросах трудоустройства можно по номеру телефона на ваших экранах. В Омской области обнаружили водоем, полный мертвой рыбы. Из стола озера Чикуль в Крутинском районе. Аналогичные ситуации в Тюкалинском. Эти кадры, как утверждают пользователи соцсетей, сняли недалеко от села Хутора. Эксперты уже выехали на место происшествия, чтобы взять пробу воды и установить причину замора. Отмечу, что подобное явление весной не редкость. Из-за промерзания водоема резко сокращается количество кислорода. Чтобы восполнить его, во льду сверлят лунки, а также устанавливают специальные помпы. Специалисты уверяют, что на озере Чикуль все профилактические мероприятия проводились регулярно. По следам диалога с губернатором жителей села Новомосковка Омского района в прямом эфире 12 канала пожаловались на то, что устали жить в грязи. Санитарная площадка в населенном пункте до сих пор не оборудована должным образом. Хотя мусорная реформа действует в регионе уже три года. Отходы оказываются во дворах местных жителей. Глава региона дал распоряжение разобраться с проблемой. Что нужно сделать, чтобы навести порядок в селе, выясняла Анастасия Донец. Огромная стихийная свалка раскинулась в самом центре села. Мусором усыпана земля возле остановки общественного транспорта и магазинов. Полиэтиленовые пакеты залетают даже во двор. Местные жители говорят, пытались решить проблему своими силами, но безуспешно. Мой сын убирает, десятилетний, тут уже два года подряд. С восьми лет он ходит постоянно на каждый субботник. И вот эта вот помойка постоянная, это уже надоело. В селе всего две санитарные площадки, но по факту работает только одна. Вторая расположена на окраине, туда просто никто не ходит. Впрочем, дело совсем не в плохой работе рекоператора. К нему-то как раз претензий нет. Услуга оказывается в полном объеме. Доказательство пустые мусорные баки. По словам экспертов, санитарная площадка Вселенного Московка установлена с нарушениями. Поэтому ветер и разносит мусор еще до того, как его успевают увезти. Контейнерные площадки, согласно нормам СанПИН, действующие в настоящий момент, должны иметь подъездной путь, твердое покрытие, асфальтовое или бетонное, с уклоном. Это также ограждение, которое обеспечивает предупреждение распространения отходов за пределы этой контейнерной площадки. По закону, организация санитарных площадок входит в обязанности администрации поселения. Но оперативно комментировать ситуацию в местной администрации отказались. Главы на месте, несмотря на рабочее время, не оказалось. Где она находится, сотрудники не знают. Мы пришли за официальными комментариями. Здесь нету какой-то главной. А когда и где можно найти? Впрочем, навести порядок на центральной улице Новомосковки главе поселения, скорее всего, придется уже в ближайшее время. После жалоб местных жителей нарушением санитарных норм заинтересовалась прокуратура района и Роспотребнадзор. Анастасия Данец, Сергей Пайхалов, 12 канал. Амича, который в Рождество жестоко расправился с женой, могут лишить родительских прав. Сегодня в Первомайском суде началось рассмотрение скандального уголовного дела. Перед судьей выступила мать, убитая Амички, и заявила, уже официально оформила опеку над внуками. 15-летний падчериц обвиняемого вахтовика его трехлетним сыном, из-за которого в роковую ночь между супругами и разразился скандал. Женщина подняла вопрос о лишении преступника родительских прав. С материалами уже знакомятся правоохранители. С 6 января 2022 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе совместного со своей сожиданницей распития спиртных напитков, нанес ей на почве личных неприязненных отношений множественные удары по голове и телу. Бил он руками и ногами количество ударов, которое описано следствием, не менее 49. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. Сегодня в суде выступили соседи обвиняемого. Они заявили, слышали, как кричала женщина, а также процитировали угрозы убийцы, которые тот говорил в момент совершения преступления. По словам очевидцев, даже когда к дому подъехала скорая, мужчина пытался всех убедить, что с его женой все в порядке и был против ее госпитализации. Такое поведение, а также тот факт, что Амич был пьяный и сейчас не признает вину, суд может счесть отягчающими обстоятельствами и приговорить мужчину к более суровому наказанию. На данный момент ему грозит 8 лет колонии. Экошкола для современных медиа. Впервые в Омске стартует образовательный проект, который объединит всех неравнодушных к проблемам окружающей среды. В числе участников корреспонденты ТВ и печатных изданий, сотрудники пресс-служб предприятий, эко-блогеры, студенты и школьники. Они посетят природоохранную территорию Омской области, познакомятся с экспертами, получат доступ к эксклюзивной информации, которую смогут опубликовать. Школу организовал Омский союз журналистов в партнерстве с крупными промышленными предприятиями региона, среди которых Омский НПЗ компании «Газпромнефть». Подробности в сюжете. Что такое компост? Почему батарейки нельзя выбрасывать в общий бак? И сколько мусора производит один человек в день на нашей планете? Вопросы контрольной работы на первом занятии в экошколе. Участники проверяют себя, насколько хорошо они ориентируются в проблемах окружающей среды. Программа будущих занятий поможет им разбираться в этой теме лучше. Мы бы своим проектом хотели повысить уровень компетенции омских журналистов в теме экологии, дать какие-то новые навыки, дать новые знания по этой теме, для того, чтобы важнейшая для нашего региона тема освещалась более широко и более глубоко. Традиционных занятий за партнер в экошколе не будет. Большинство уроков пройдут на свежем воздухе. Участникам покажут самые красивые уголки Омской области. Например, Любинскую пойму, государственный природный ландшафтный заказник. Запланированы пресс-туры и на крупные промпредприятия. Давно пора было уже это сделать, потому что тема очень актуальная. Потому что не только есть запрос у общества знать об этом и что-то делать, но огромное количество инициатив уже проводится на разного уровня. И от частного какого-то квартиры, когда экоактивист начинает что-то делать, и до крупных предприятий, которые тоже этими вопросами уже не первый год озабочены. Мы прекрасно знаем, например, опыт Омского НПЗ, где теме экологичности производства очень много уделяется. Мы и делали не раз сюжет об этом. В школьной программе предусмотрены и встречи с компетентными экспертами. Первым гостем стал Александр Сердюков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области. Мы наблюдаем картину, когда очень много делается для того, чтобы экологическая ситуация улучшалась. Мы здесь имеем, не знаю, такие крупные ответственные организации, как Госпромнефть и НПЗ, которые вкладывают серьезные деньги в модернизацию производства, прежде всего, в том числе и экологические цели преследуют. И по этой цели двигаются и правительство области, и Минприрода Омской области, и все наши крупнейшие производители, если мы говорим о промышленном производстве. Чему научились участники экошколы, проверят уже омичи. Материалы выпускников будут опубликованы в интернете. Читателям они помогут сформировать целостное представление об экологии родного края. Екатерина Балучевская, Наталья Бельская и Павел Манжос. 12 канал. Герои нашего времени масштабное представление в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации в Украине, состоялось в Омске. В ДК «Сибиряк» выступили лучшие коллективы города. Губернаторы и мэр высказали слова поддержки и благодарности защитникам. Глава региона Александр Бурков поднялся на сцену еще и как участник концерта. В его исполнении прозвучали стихи Роберта Рождественского. Подробности у Дмитрия Марченко. «Реквием. Вечная слава героям». Поэма о меча советского поэта Роберта Рождественского написана 60 лет назад, но сегодня звучит даже современнее, чем в 1962 году. Самое лучшее и дорогое – Родина. Горе твое – это наше горе, Родина. Правда твоя – это наша правда, Родина. Слава твоя – это наша слава, Родина. Губернатор Александр Бурков со сцены чеканит жесткий ритм симфонии – память всех погибших на фронтах Великой Отечественной. Поэмы, которая в 2022-м, после начала событий на Украине, приобретает новое звучание – «Скорбь по погибшим» и «Призыв к живым» – помнить героев нашего времени. Какие они сегодня? Ответ на этот вопрос звучит на протяжении всего концерта. На сцене лучшие коллективы Омска. В зале – военные, курсанты училищ, общественники и просто жители Омска. Двери ДК открыты для всех желающих поддержать российских военных. Перед началом в фойе на большом экране показывают героев военной операции на Украине. Имя, звание и история подвига. Участвовал в освобождении мирных жителей от националистов, спасение товарищей, порой ценой собственной жизни. В числе героев нового времени – имена и омичей. Российского героя отличает всегда готовность прийти на помощь, пожертвовать собой ради спасения товарищей. И у нас очень много в нашей истории таких примеров, когда наши молодые ребята, наши военнослужащие, спасая людей, жертвуют собой. На сцене и в зале много молодых ребят – курсанты, юнормейцы, активисты волонтерских движений. Они помогали в сборе гуманитарной помощи, участвовали в акциях поддержки российских солдат, писали письма со словами благодарности. На вопрос «Кто герой нашего времени?» отвечают, не задумываясь. Герой – это человек, который способен пожертвовать собой, своими интересами, своим здоровьем, а возможно и своей жизнью ради благополучия других. Люди, которых сегодня показывали на экране, можно их назвать героями, потому что они, несмотря ни на что, не взирая на все травмы, на всю ту боль, на все те ранения, которые они получают, они идут на фронт для защиты мирных жителей. Многие из юных артистов еле сдерживают эмоции. Со сцены ДК «Сибиряк» звучат стихи, патриотические песни, слова поддержки в адрес военных. И это не просто слова. Мэр города Сергей Шелест со сцены отмечает. А мечи одними из первых отправили 15 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. На базе омских больниц сейчас разрабатываются программы реабилитации участников военной спецоперации. Омск носит звание города трудовой доблести. Всегда был, есть и будет надежным тылом нашей страны. Дмитрий Марченко, Сергей Пайхалов, 12 канал. Посмотреть полную версию концерта «Герой нашего времени» можно будет в эту пятницу, 15 апреля на 12 канале, начало в 21.00. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Если хочешь летом богатый урожай, ты весной теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Таковы новости этого понедельника. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова